здравствуйте друзья шнуры и тесемки широко используются в вязании шнуры бывают круглые и плоские или тесьма называется круглые шнуры шнур 1 шнур на 2 петлях набираем 2 петли первую петлю снимаем обычным способом то есть с косичкой по краю а вторую провязываем изнаночной петлей вязание поворачиваем и повторяем первый ряд первую петлю снимаем и вторую провязываем изнаночной петлей изнаночной петлей изнаночной петлей и изнаночной петлей и изнаночной петлей 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 длины шнурок получается аккуратным тонким и довольно прочным второй круглый шнур шнур на 3 петлях и так набираем 3 петли эти петли провязываем лицевыми затем передвигаем провязанные петли к правому краю спицы работу не поворачиваем и опять провязываем лицевыми петлями за верхнюю дольку проведя рабочую нить сзади опять повторяем и так повторяем эти два действия пока не будет достигнута необходимая длина шнура и так и так и этот шнур получается полый внутри и более округлый такой шнур можно вязать на 4 5 6 петлях то есть смотря какой ширины нужен шнуру и кстати шнур на на двух петлях также можно вязать этим способом плоские шнуры или тесенки похож на тканное полотно шнур вяжется на 4 или 6 петли я наберу 6 петель этот шнур вяжется на двух рядах первый ряд кромочную петлю снимаем с узелком то есть правую спицу я ввожу не справа налево а слева направо вторая петля вторая петля лицевая следующую снимаю не провязанную нить перед работой опять лицевая петля и опять снимаю петлю нить перед работой раппорт этого узора две петли одна лицевая провязанная и одну петлю снимаем нить перед работой и кромочная петля лицевой второй ряд кромочную петлю снимаем так чтобы был узелок то есть опять спицу вводим слева направо следующую петлю провязываем изнаночной петлей и следующую снимаем не провязанную нить за работой опять изнаночная петля и петлю снимаем нить за работой кромочек кромочная петля последняя провязываем лицевой петлей и опять первый ряд кромочную петлю снимаем с узелком слева направо спицу вводим первая лицевая петля вторую снимаем нить перед работой вот так опять лицевая петля и опять петлю снимаем нить перед работой кромочная петля лицевой второй ряд повторяем кромочную петлю снимаем с узелком первая петля изнаночная вторую петлю снимаем нить за работой опять изнаночная петля и опять петлю снимаем нить за работой кромочная лицевой так повторяем эти два ряда и вяжем до нужной длины а этот шнур или тесьма довольно плотный имеет вот такой вот край узелковый и с этой стороны такой же вот такой вид шнура с одной стороны и вот так он выглядит с другой стороны это плотный шнур с узелками вяжется на трех петлях набираю 3 петли этот шнур вяжется очень просто провязываю 3 петли лицевой петлей за верхнюю дольку поворачиваем вязание первую петлю снимаем с узелком спицу правую вводим в петлю слева направо две следующие петли провязываем лицевой поворачиваем вязание и повторяем все время этот один ряд петлю снимаем с узелком то есть слева направо спицу вводим в петлю две следующие петли вторую и третью провязываем лицевой то есть и Вот как выглядит этот шнур. С одной стороны. И так же он выглядит и с другой стороны. И вот такой у него край. Красивый, аккуратный, узелковый, с обеих сторон одинаковый. Плоский шнур номер 3. Шнур с утолщенным краем. Этот шнур вяжется на 5 петлях. И так набираю 5 петель. Этот шнур вяжется на 2 рядах. Первый ряд. Первую петлю снимаю с узелком. Правую, то есть правую спицу ввожу слева направо и снимаю петлю. 2 вторые петли, 2 следующие петли провязываю лицевой петлёй вместе. Вот так. Делаю накид. И следующую петлю снимаю нить за работой. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлёй. Поворачиваем вязание. И вяжем второй ряд. Кромочную петлю снимаем без узелка. То есть обычным способом. Вводим спицу справа налево. Следующая петля, провязываем ее изнаночной. И 3 лицевые петли. В том числе и кромочная. Последняя тоже лицевая. 3 лицевые. Поворачиваем вязание. И опять провязываем первый ряд. Кромочную петлю снимаем с узелком. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлёй. Делаем накид. И снимаем петлю нить за работой. Кромочная изнаночной петлёй. Второй ряд. Снимаем обычным способом. И следующую петлю провязываем изнаночной. И ее провязываем за нижнюю дольку, чтобы петельку не перевернуть. Три следующие петли провязываем лицевой. Опять первый ряд. Вот такие два края имеет этот шнур. С одной стороны узелковый, утолщенный, объемный. А с другой стороны косичкой, более плоский, такой интересный шнур. Так как в узоре присутствует накид, этот шнур довольно эластичный. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Образцы эти вам пригодятся, помогут в вязании. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!